14 февраля в Многофункциональном Молодежном Центре прошел обучающий семинар общественных наблюдателей города Хысавьер. Наблюдатель – это гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей и иной деятельности избирательной комиссии в период проведения голосования. Общее количество наблюдателей от Общественной Палаты города составляет 80 человек. Председатель Общественной Палаты Магамед Расул Шайхмагомедов, выступая перед собравшимися, выразил надежду на то, что выборы президента Российской Федерации пройдут на высоком уровне и без нарушений. Очень гработно, очень взвешенно, тонко надо работать. Поэтому мы будем, соответственно, прослеживать этот момент. Надо быть очень внимательными, ответственными. Вы не забывайте, что всё это, значит, это видео, связь уже подключено. Поэтому тут тоже надо быть очень ответственным на этот вопрос. Основной функцией наблюдателя является обеспечение общественного контроля за голосованием, установлением итогов голосования на избирательном участке и наблюдением за соблюдением избирательных прав граждан. Сервер Рамазанов, прошедший обучающий курс наблюдателя в Общественном институте наблюдателей, рассказал участникам семинара о нововведениях в избирательном законодательстве. Чтобы сделать процесс наблюдения за руководством более эффективным, была создана программа номер 24, в частности записывается в новом на латинице, то есть не русское «э». Данную программу можно скачать в веб-сторе, в плей-маркете, в принципе она доступна на любых платформах, и в дальнейшем ее можно эффективно использовать во время выборного процесса. Что делает наблюдатель, как он действует? Наблюдатель следит за тем, чтобы выборы проходили легитимно, законно, и на выборный процесс ни одно лицо, зайти в сону, не заинтересованное, не оказало никакого влияния. Мы с вами не хотим, чтобы на следующий день, через день, через три начинались всякие холивары в соцсетях, о том, что что-то было нечестно и так далее, тем более на нашем участке. Поэтому с помощью данной программы можно очень эффективно мониторить сам процесс и также в ранней форме, соответственно, после регистрации, оформлять жалобы, если такие моменты были. То есть, сама данная программа предназначена для более эффективного мониторинга общественными наблюдателями избирательного процесса. В завершении семинара общественные наблюдатели смогли задать свои вопросы и получить на них ответы. Одним из вопросов, заданных участниками, был, что можно и нельзя делать наблюдателю во время выборов. Мы должны видеть весь процесс, то есть, как ходят избиратели, как получают великолепные тени, как в комитах проходят в другом саду, сами комиты должны закрыть, то есть, это обязательно тоже данная, но в 6, в принципе, таймер властного. Если данное со своим местом невозможно, вы до 8 часов предупреждаете председателю избирательной комиссии, чтобы вам данную услугу обеспечить. В прошлом году наблюдателя, в том числе, завершения общественного порядка, можно было с участка удалить орган правопорядка, то есть, полиции. С этого года официальное судебное постановление. Сразу поясняю, это не значит, что когда вас полиция пытается удалиться, сопротивляетесь, но данные регистрируются в самой программе. Это уже, ну, скажем так, таймер подробно избирательного участка. Соответственно, сам общественный обладатель тоже не вмешивается в избирательный процесс. Есть жалоба председателя избирательной комиссии, то есть, сами не пытаются это делать иначе, а этот процесс независимости на обществе. То есть, мы всего лишь нагибались. По окончанию собрания, председатель общественной палаты муниципального образования Магомед Рассул шейх Магомедов пояснил всем присутствующим, что общественные наблюдатели не вправе агитировать избирателей голосовать за того или иного кандидата в президенты. Главная задача – предотвратить различного рода конфликтных ситуаций и провокаций. Работать слаженно, подходить взятым на себя обязательствам максимально ответственно, отметил в завершении шейх Магомедов. Бурлея Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».